В одном из прошлых видео я тестировал нейросети на реальной задаче, и одна из этих нейросетей была Midjourney. Там я кратенько показывал, как работать с нейросетью, а вы же, в свою очередь, в комментах показали свою заинтересованность. Не вопросы, вы попросили, мы делаем подробный гайд по тому, как пользоваться Midjourney, большой, длинный и не обрезанный. И на повестке дня у нас сегодня, как зарегаться в Дискорде и получить доступ к Midjourney, как писать эффективные запросы или промпты, какие существуют сервисы для того, чтобы помогать вам в написании этих запросов, как генерировать картинки, используя не только запросы, но и, возможно, другие изображения. И в конце будет приятный бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. В любой момент не стесняйся ставить видео на паузу, и даже лучше так делать на самом деле, и практикуй то, что мы здесь говорим, потому что каждый раз, когда что-то откладываешь на потом, потом не наступает. Не стесняйся в комментах написать о своих результатах, что получилось, что не получилось, что прикололо, может даже выдать ссылки на работы, которые вам очень понравились, и мы будем только благодарны, и, может, даже их покажем в одном из следующих видосов. И да, видео будет мега полезное, насыщенное, и если вы хотите больше таких видео, не забудьте подписаться. И мета-пионером техно Буэнос Диас, я Артем Галухин, и это канал Кубэск, канал про технологии и прочие интересности. И сегодня у нас тема Миджорни, как пользоваться этой замечательной, популярной и хайповой нейросетью. Ну и погнали! Миджорни можно использовать через Дискорд. Если вдруг вы не пользовались этим сервисом раньше, а шансы есть, что вы не пользовались, как я, до недавнего времени, не переживайте, там нет ничего сложного. Берете ссылку из описания под видео и попадаете в Дискорд. Видите вот такой экран, вбиваете юзернейм, жмакаете continue, он начинает создавать вам аккаунт. Дальше надо подтвердить, что вы кожаный. Выбираем цветочки. И вуаля, у нас загружается Дискорд. Быренько, вводим свой день рождения. Это пока можно пропустить, но если вы создаете себе постоянный аккаунт, можете ввести email. И видим вот такую штуку. Слева у нас есть список чатов, посередине идет сам чат. Нам нужен любой, который называется Newbis. Дальше, вот нам тут вовсю подсказывает мигающий высотственный знак, нам нужна строка ввода. Так, нажимаем слэш и пишем имя, джин, и он уже дальше предлагает. Дальше продолжим позже. Если вы дошли до этого момента, то у вас все получилось, и вы в принципе готовы пользоваться миджорни. И ровно в этом моменте стоит упомянуть, что у вас есть 25 бесплатных запросов. И также, кстати говоря, здесь есть возможность создать свой приватный сервер. Но это какая-то отдельная тема для отдельного видео. Если вам интересно, можем написать. Вы знаете, что надо сделать. Промпт это текстовая команда для нейросети. То есть, как вы ее напишите, вот буквально так вас нейросети и поймет. И понимая это, сформулируем, давайте ключевые правила того, как написать хороший промпт. И первое правило, вроде бы очевидное, но все-таки писать промпт надо на английском. Нейросеть по-русски говорить не умеет, поэтому если вдруг вы не умеете по-английски, то Google Translate вам в помощь. Второе правило. Пишем максимально подробно. Все, что вы не напишите, нейросеть либо придумает сама, либо просто не сделает. Поэтому представьте в голове, что вы хотите. Мысль материальна, достаточно ее выдать нейросети. Третье правило. Как ни странно, но пользуйтесь пунктуацией. Я думаю, не только я такой, который пишет в поисковиках запрос без всяких знаков пунктуации, и иногда даже не осмысленно, а с тупым каким-то кривым текстом. Именно на букву мягкий знак. Так вот, здесь пунктуация важна. И если вы будете разделять какие-то части теми же запятыми, то нейросеть вас лучше поймет. Следующее правило. То, что важнее, должно быть описано раньше. Начинайте описывать с глобального сюжета, с персонажей, и сводить все потихоньку к стилистике, к размерам, еще к чему-то там. В общем, больше раньше. И раз уж упомянули персонажей в Суе, то следующее правило. Чем больше персонажей, тем хуже будет детализация. То есть, если вам нужны прям детализированные персонажи на картинке, лучше их сгенерировать в отдельности и собрать ручками где-нибудь там в коллаже. Потому что в противном случае велики шансы, что нейронка вам нагенерирует что-то не очень красивое, не такое, как вы ожидаете. Да, конкретно одного отдельного персонажа, она вам в портрете, и чем крупнее вид этого портрета, еще тем более детализованно, она генерирует. И последнее здесь правило. Не используйте стоп-слова. Да, разработчики уже озаботились и забанили всякие истории про секс, насилие, наркотики, ну вот эту расчлененку, грязь и убийство. Сетка просто не будет вам генерировать ничего по таким запросам. Причем база стоп-слов, она постоянно пополняется, и их туда добавляют в том числе и сами пользователи. Саму базу стоп-слов вы можете найти в ссылке под описанием к видео. Вот плохой промт. А вот так вот выглядит хороший промт. И даже этот запрос не идеален. Даже его можно улучшать, добавляя информацию про цвета, стили, детали. Но нам для наглядности подойдет и такой попроще. С чего состоит этот промт? Первая часть промта — это действующие лица или персонажи. Вы здесь можете указать каких-нибудь персонажей типа Спайдермена или личности типа Дональда Трампа. Можете брать любые мультики, фильмы, все что угодно. Не сомневайтесь, нейросетка, скорее всего, это знает. А, да, я не знаю. Можете придумывать и своих персонажей, просто по описанию она тоже вас поймет. Вторая часть — это стиль. Видите, я тут указал киношный, киберпанк, бегущий по лезвию. Тут также можно использовать стили различных художников, прям так их и упоминая. Можно использовать стили живописи, стили рисовки. Некоторые из вариантов можете найти на GitHub, ссылка в описании под видео. Ну и третья часть — это параметры. Такие как детализация, размеры или разрешение картинки. Пока нейросет не может генерировать произвольный формат изображений, но, думаю, со временем она и этому тоже научится. В целом, задача сервиса — помочь вам понять, что вы хотите, даже если вы сами не можете это сформулировать словами. Вас будут наводить, показывать вам какие-то картинки, референсы. Не буду я останавливаться подробно на каждом таком сервисе. Конечно, если вы хотите, можете написать в комментарии, и мы снимем разборы и сервисов для создания промтов. Но я думаю, что вполне можете зайти в любой из них и попробовать самостоятельно. Но я со своей стороны советую просто зайти, поиграться, посмотреть, чтобы понять, как структурно строятся промты. Один раз вы потренируетесь, побалуетесь, и в следующие разы вы будете писать это из головы замечательно. Ссылки на сервисы будут в описании под видео. Welcome, заходите и попробуйте. Итак, наш промт готов. Самое сложное позади, мы его копируем. У меня он уже скопирован, буфер обмена. Заходим в строку, и после Imagine Prompt вставляем, жмем Enter. Первый раз нас попросят подтвердить. Чат убегает, надо успеть отцептовать. Это только для первого запроса такая штука появляется. Чтобы найти запрос, и он не потерялся в этом бегущем чате, заходим в Inbox, и здесь есть раздел Mentions. Если у вас русская версия, здесь будет написано упоминание. Вот наш запрос, есть кнопочка Jump, мы можем к нему перейти. Генерация завершена, мы видим превью четырех вариантов, и под ними кнопочки. В общем, дальше у нас есть два пути. Первый называется Upscaling, и это U1 до U4. То есть каждую из превьюшек мы можем превратить в полноценную картинку. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопочку. Например, мне нравится последняя, я жму U4, запустилась генерация полноценного изображения. И второй путь, по которому мы можем пойти, это перегенерировать версии на основе выбранной. Например, мне нравится первая, я хочу еще четыре варианта, жму. Могу запустить и вторую тоже. Но стоит понимать, что каждое такое действие тратит ваши попытки. Их бесплатных, напомню, 25, поэтому выбирайте с умом. Чтобы снова их искать, надо снова заходить в Inbox, Mentions, упоминания, и смотреть, что там генерируется. Прикольно, что генерируется оно не мгновенно, и вы можете даже понаблюдать за процессом. Итак, видим ссылку на наши новые вариации. То есть получились очень похожие друг на друга картинки, но немножко разные. Вы можете либо еще раз перегенерировать что-то из них, либо выбрать, что из этого заапскейлить, чтобы уже сохранить к себе на компьютер и использовать потом. Также через Inbox можно найти те картинки, вот, например, которые уже заапскейлились. Чтобы добраться до этой картинки в полном разрешении, нажимаем Open in Browser, открывается она в новой вкладке, и вот она в полном размере. Можем ее просто сохранить, и все. Кстати, про использование картинок. Сейчас очень активно идут баталии, прям войны между художниками и создателями нейросетей на тему авторских прав, правомерности использования результатов, сгенерированных нейросетями. Мы собираем, что можем покрупиться сами, в том числе мы спросили у нашего знакомого юриста, каких-то его мнений. Все это скоро оформится в видео, и чем больше активности вы проявите под этим видео, тем лучше и быстрее мы его сделаем, потому что мы поймем, что вам это интересно. Итак, мы научились создавать картинки, но давайте на этом не будем останавливаться и зайдем чуть-чуть дальше, посмотрим, что еще есть под капотом у Midjourney. Для этого переходим в строчку ввода, пишем slash settings, и вот что видим. Version. 1, 2, 3, 4, Niji Mode. Это версия сетки. По умолчанию стоит самая свежая, вы можете поэкспериментировать и попробовать другие. MJ Test. Даст две картинки вместо четырех. MJ Test Photo. Сделает вам фотореализм. Quality. High, Base, Half. Влияет на качество изображения. Style. Low, Medium, High, Very High. Уровень стилизации. Upscale. Regular, Light, Beta. Уровень детализации и разрешения. Mode. Public, Private. Это уровень приватности. В публичном ваши попытки увидят все в чате, в приватном увидите только вы. Ну, разумеется, приватность платная. Mode. Remix. Этот мод нужен для скрещивания ваших картинок с промтом. Mode. Fast, Relax. Это скорость генерации. Стандартно стоит Fast. Так вы можете добавить в промт свою картинку в качестве референса. Для этого после команды Imagine Prompt вам нужно вставить ссылку на изображение, которое вы хотите использовать. И дальше уже через пробел написать, собственно, сам промт. При этом можно использовать как ссылку куда-то в сторонний ресурс на картинку, так и ссылку, например, на картинку, которую до этого создала вам сама Меджорди. Ну и давайте быстренько попробуем, как это работает. Можно использовать любую картинку, но так как у меня уже есть открытая сгенерированная, прям здесь же, то я беру ее, возвращаюсь обратно. Строка, слэш и Imagine Prompt. И вставляю URL картинки. Вот он вставился, нажимаю пробел и дальше пишу новый промт. Напишу несложный, типа мужик идет выкидывать мусор, мультяшная рисовка. Снова заходим в Inbox, ищем, что у нас там генерируется. И вот процесс пошел. И так вот мы получили такой результат превьюшки. Мне кажется, забавно, ну то есть узнавая моя картинка, с которой мы брали референс, при этом стиль поменялся на мультяшный. И сюжет видно. Здесь, правда, почему-то мужик больше похож на мужика с чемоданом, чем на мужика с мусором. Но что есть, то есть. Да, если что, можно не ограничиваться одной картинкой, можно добавить их несколько. Наверное, вы видели приколы, где йоду скрещивают с чебурашкой и получают чебу йоду. Ну, в общем, поле для экспериментов для вас открыто. Ну, а прежде чем переходить к бонусу, настойчиво попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Чтобы помочь нам в распространении контента. Чем шире он распространяется, тем больше у нас мотивация снимать его все больше для вас. А вот и бонус. Мой личный топ нейронок, которые позволяют улучшать картинки. Не только сгенерированной имиджерней, но и даже обычные ваши фотографии, если вдруг разрешение хромает. Или просто картинки из интернета. Если вдруг с чем-то сталкивались уже, можете написать и ваши впечатления, какие из них вам больше всего нравятся в комменты. ClipDrop. Сетка умеет удалять ненужные объекты, менять или удалять фон, менять освещение, улучшать качество изображений, добавлять или убирать текст. Работает шикарно, довольно просто и удобно. Let's Enhance и Topaz Gigapixel AI. Сетки улучшают качество картинок и увеличивают их разрешение. FP Gun. Эта нейросетка умеет делать более резкими размытые лица на фото. Если вдруг вы бахали при плохом освещении или активно движущихся людей, то можете попробовать прогнать через нейронку. Возможно, результат вас порадует. Remove и BG Eraser. Две нейронки, которые помогают вам удалять фон. Colorize и IMG To Go. Это две нейронки, которые позволяют вам раскрашивать черно-белые изображения. Первая дает полный функционал только в платной версии, а вторая уже бесплатная. Надеюсь, что все получилось сделать по нашей инструкции. Если вдруг нет, не стесняйся в комменты задавать вопросы. Ну или написать благодарность, например, нам очень приятно. Обязательно ставь лайки, подписывайся на канал, чтобы не пропускать следующие видео на самые актуальные технологичные темы. И я Артем Галухин, и это канал Кубески. И на сегодня у меня для вас все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok